Нападение клещей и ямочные ремонты. Эти темы были основными сегодня на очередном аппаратном совещании в городской администрации. Кроме этого, глава Магнитогорска Виталий Бахмитев прокомментировал готовность городских властей к исполнению 220-го федерального закона, регулирующего пассажирские перевозки внутри муниципалитета. С 2009 года Магнитогорск признан эндемичной территорией по клещевому энцефалиту. Это означает, что ситуация с укусами клещей, как в черте города, так и в его окрестностях, очень неблагополучная. Об этом в своем докладе рассказала начальник управления здравоохранения городской администрации Елена Симонова. В текущем году сезон нападений клещей начался позже предыдущих лет. И первый пострадавший обратился за медицинской помощью 8 апреля. На 11 мая зарегистрировано 439 укусов клещей, в том числе 344 взрослых и 95 детей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, есть рост на 13%. К 1 июня, по словам Симоновой, от клеща будут обработаны территории социальных объектов – больниц, школ, загородных лагерей и санаториев. Пройдет обработка также в городских парках и скверах. Еще одна насущная майская тема – ямочные ремонты. С начала периода уложено 20 835 квадратных метров, за отчетный период у нас уложено 2920 метров. По районам распределения следующее. Ленинский район уложено 1175 квадратных метров, правобережный – 1055 квадратных метров, в Орженикизовске – 689. На ямочном ремонте задействована 21 техника в среднем и 25 работников. Мы составили график ямочных ремонтов, работаем сегодня в графике. Основные магистрали мы должны закончить до 5 июня. Так мы по графику. Тростепенные дороги будем двигаться дальше. И заходим. Пока графикуем ремонт внутриквартальных проездов и поселков. Пока графика такого нет. Так что графикуем и ставим задачу до конца лета – закончить ремонт и внутриквартальных проездов, и поселков. Также на совещании глава города прокомментировал готовность чиновников к выполнению федерального закона о пассажирских перевозках. Согласно ему, по городским маршрутам должны курсировать автомобили лишь тех частных перевозчиков, которые выиграли конкурс и получили от муниципалитета право на перевозку пассажиров и маршрутные карты. Однако на сегодняшний день не имеющих такого разрешения водителей на городских улицах 70%. Глава сделал вывод о неготовности Магнитогорска к исполнению закона и дал чиновникам поручение удвоить усилия по наведению порядка в этой сфере. Александр Бондаренко, Галина Смирнова, Василий Бабердин, телекомпания ТВИН.